Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь присутствует Манежная площадь, очень большая, невероятная просто. Москва как будто находится на военном положении, на осадке. Они здесь устраивают монополии клановые, которые русских снимают с должности, с любых своих назначают, и русские становятся безработными. Монополия этих национальных кланов доведет до того, что будет гражданско-национальная война. Мы не в безопасности. Ведет война. Каждый человек, вне зависимости от своих убеждений, может подвергнуться насилию со стороны голодных людей, которые приехали сюда, чтобы заниматься разбоем и удержать местных жителей. Право на Москву, что Москва их столица, и мы будем жить здесь так же, или мы от вас уйдем, типа того. Это надо определиться в национальной политике. По крайней мере, хотя бы Ленина почитать или сказать. Это люди другого государства, понимаете? Мы им доверяем свои дома, подъезды и дворы. Мы что, сами не можем подметать? Мы что, сами не можем убирать сосульки убирать? У нас люди соскучились по ремеслу, мужики наши. У нас кровечка может быть каждый. Мы что, не можем 30-40 тысяч дать нашему дворнику? Обеспечить его жильем? Какого газета? У меня из-за американской газеты. А? Американская. Из-за американской газеты? Да. Нет здесь никакого национального, понимаете, угнетения. Пойдем в реализованную колонну. У вас наша колонна. Люди, которые имеют постоянные регистрации, прописки, покупают квартиры. Не секрет, что у нас все это подделывается. И у нас любой дворник, который идет улицей, каждый второй, он с поддельной регистрацией, с просвещением. Дошел вы. А кто точно, пожалуйста? Скажите мне, я вас поведу, ладно? Все больше и больше внецкавказской национальности. Мусульман выступают в нашу поддержку, говорят, что они и сами уже устали от этого распределения, как говорится. Все почти два и не будет. Давайте собирайте наши колонны. Наши часов через пять минут у нас выйдут в отношении с ним. Понимаете, какое дело? Поневоле, поневоле наглетается такая обстановка, что русские должны объединиться. Понимаете, объединиться и гнать их в шею. Ведь им кушать надо. Как вы думаете? Почему им держит власть, обнижает власть? У нас что, фашистский шоку? Мы русские люди имеем право. Суворов ходил. Властики там нету, да? Суворов ходил. Где вы были, когда Егора убили? Я вашему генералу морду набил. Сейчас собрал. Не стаи, блядь, там все. Вы престиживаете жидовские, божеровские человеки. Почему вооруженный Кавказ убивает русских людей? Почему нам ножи запрещали, но оружие запрещали? На каком основании ваши арендуисты? На каком основании ваши маркетства, которые татаринами решают вооружаться? А мне ножом... Просто где вся нивица была, когда Егора убили? Где? Мы собрали здесь, блядь, дивизию. Так, мы там вот ругать, на теле не проедем. О, ничего чего? Попробуй! Преограбили наш народ, в конце концов, да? Вы сами себе задайте вопрос. И натягивают на себя, как их начинают прижимать. Вот антисемизм, вот антисемизм. Это вроде против евреев. Воложебные болельщики, проходим. Все, движение. Я вверх, я вверх не пойду. Я вверх, я вверх, я вверх. Огонь! Ребята, уберите вверху, пожалуйста! Иди вверху! Ох, уберите, пожалуйста! Спасибо! Не бывает, что у нас здоровье и другое Посмотрите, ваши или не ваши, ребята? Я с вами не пойду сейчас Кому лежать вверх? Кому заморозки? Кто дает право? Атрибутика запрещена Суворовский флаг Все, идите отсюда Отставайте от ребят Отдельно идите Это наш сын! Я вас не толкаю, идите отсюда Почему? Что это такое? Сегодня день памяти Мы на память идем, Балагарь Это наш! Ну и что? А почему нет? Мы русские люди Почему русских убивают Кавказцы из пистолетов? Почему не вооружены? Молодой человек, сегодня день памяти Вы можете это понять Сегодня день памяти Блин, подавший вверх Не высовывай А чего вы командовать нашей молодёжи? Кто дает право вам? Сейчас продолжаем Сейчас продолжаем А что ж, давай 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 Меня очень долго убеждали И угрожали Чтобы я сегодня не приходил На какие акции Это для меня было уже окончательное решение Что я пойду по-любому В общем-то у меня к ним претензий нет К самим милиционерам Большинство из них Учитывая, что сейчас Грядёт реформа Грядёт сокращение Значит Внутренних МВД именно Они отлично это понимают Они говорят Мы видим, что сегодняшняя власть Система Выдыхается Что она Не способна нас защитить И мы готовы в общем-то вступать в ваши охранные отряды И вести вместе с вами работу В том числе и подготовительную работу Это в том числе говорили и майора Внутренних дел И так далее А тем паче мы хотим действительно Хотя бы на каком-то минимальном пространстве Навести наш русский порядок Давайте для этого организуем наши охранные отряды Которые будут наводить здесь наш порядок Русская национальная милиция Вчерашний скинхед Будущий народный революционер Народный милиционер Существует особый штаб расследования по Манежной площади Там задействованы все В общем-то почти все Силовые органы Это и прокуратура И МВД Возглавляет его как ни странно Хотя в общем-то проблема Русская Как мне кажется Проблема Манежной площади Это проблема Русского народа Но Возглавляет естественно этот штаб Рат Багдарасян Или как-то вот похожая фамилия Учитель И какие другие Истечки не вступают И какие другие Вероприятия просьбы не хотят Спасибо Важно их называть малолетними гопниками Малолетними дураками Но на самом деле Это лучшие Русские люди Это лучшие Представители Русской молодежи Уважаемые граждане Вероприятие Закончено Просьба разойтись Не не успеют Крытия черные За дробиной летать Воля ее прославления Не смеет Срогтать Пусть Ярость благородная Кипает как волна Идет война народная Совершенная война!